Всем привет, с вами Ранчмен, и это обзор на 698 главу. Если её вкратце характеризовать, то это будет всего три слова. Саски изливает свою душу. Кишимото наконец нам показывает всё, что было у Саски в главе, начиная с первого сезона и заканчивая вторым сезоном этим боем. Саски с самого начала считал Наруто другом, но вот это вот чувство, которое там начало у него зарождаться ещё в первом сезоне, то, что вот, там Наруто его друг и так далее, то, что команда номер 7 это его, скажем так, ну, псевдо-семья, он это чувство начал себе заглушать, так как он его боялся, потому что у него убили всю семью, и, скажем так, второй раз обжигаться он, видимо, уже очень-очень сильно не хотел. Ну вот, поэтому он сторонился от этого чувства, плюс когда Наруто начал вырастать, становиться сильнее, и Саски тоже, естественно, хотел не отставать от него. Скажем так, даже косвенно он как-то равнялся на Наруто, собственно, поэтому он и свалился с деревни, чтобы стать сильнее. Вот. И вот здесь, в самом конце, он понимает, что, блин, а смысл мне сторониться от этого чувства, и когда вот передо мной лежит друг, да, странно, что он только это сейчас понял, но хорошо, что до него хотя бы это дошло. Вот. Ну, в общем, мои слова, естественно, они не могут пересказать всю вот, всю сочность этого, этой главы, и поэтому вам просто нужно ее или прочитать, ну, или ждите уже анимешку, если вы не читаете манго. Отдельно хочу поаплодировать Кишимото за то, что в очередной раз он показал, что, блин, а он весьма-весьма крут. По факту, большая часть главы была посвящена тому, что Саски и Наруто просто лежат уже полудохлые, там не могут шевелиться, там максимум немного голову, не знаю, поворачивают, и все, и разговаривают. Так вот, самое сложное, на самом деле, ну, в кино, когда обучают, по крайней мере, говорят, это вот, есть, допустим, два объекта, вот есть два человека, которые сидят в комнате, и тебе нужно, допустим, снимать их диалог, но тебе нужно снимать их диалог таким образом, чтобы зритель не устал на них смотреть. То есть это не должно быть просто два кадра какие-нибудь, а это должны быть там определенные какие-то ракурсы, там смена кадров и так далее. Так вот, Кишимото здесь, он просто шикарно с этим играет, и ты читаешь, ты даже не отвлекаешься, и ты не думаешь, что вот, там, этот кадр тебе уже показывали, или еще что-то. Был еще подобный момент, который у меня засел в голове. Когда Саски дрался против Итачи, победил его, и Обита, собственно, его после уже боя подлечил, Саски просыпается, они находятся в одном помещении, Саски, по факту, просто лежит, Обита стоит. Вот, и Обита начинает ему рассказывать правду о Итачи. Так здесь тоже, получается, два объекта находились просто вот, просто стояли там на одном месте, не шевеляясь, и Кишимото нам просто мастерски там показывал такие интересные планы, кадры и так далее. Вот, не знаю, к чему я это сказал, но давайте перейдем дальше. Ну, а теперь будет адовый спойл для тех, кто вдруг не читал главу, и смотрит мои видео, хотя я не знаю, зачем вы это делаете, но ладно. В общем, Саски и Наруто потеряли руки, да. Мне понравилось в этом то, что, наконец-таки, мы увидели последствия, как один человек берет Росенган, другой берет Чидори, и они сталкиваются, собственно, потому что всегда в таких случаях обычно там, ну, они просто разлетаются, окей. А тут мы просто реально видели, что, ну, плоть не выдержала, и, как бы, они остались без рук. Вот это мне действительно очень понравилось, потому что, ну, хотя бы какой-то реализм. Очень классный момент по режиссуре был, когда нам показывают финальный кадр, мы понимаем, что у них нету рук, и... Но кровь таким образом, скажем так, стеклась, как будто бы они держатся за руки. То есть, да, они там дрались, избивали друг друга, но все-таки в конце так символично они держатся за руки. Вот. Плюс очень классно, да, что Кишимото... На самом деле, читаешь-читаешь главу и думаешь, блин, когда же она закончится? Потом, когда я уже посмотрел, Кишимото расширил страницу, и в этой главе была 21 страница целая. Хотя обычно он там, ну, 17 страниц, 17-18 страниц использует. Ну, а теперь быстренько прибежимся по минусам. Да, они были. Возможно, кто-то со мной не согласится, потому что это все-таки художественное произведение, а я буду придираться каким-то таким сковырком. Ну, в общем, первый момент, который меня прибесил, это как Наруто спасся от этого Чидори, который угрожал ему в прошлом выпуске. Он просто взял, долбанул по Саске. Но как он долбанул по Саске? Он по нему долбанул, у Саски отлетел фиг знает на сколько, впечатался там в стену. Это было просто неимоверно тупо. Я не знаю, как будто это не Наруто его ударил, а Супермен его ударил. Вот. Я не понимаю, зачем нужно было так утрировать все. Он мог ему просто, да, хорошо ударить. Саски бы там отлетел, ну, там, ну, хотя бы метра на два, там потерял равновесие, упал. Но зачем нужно было делать... Ну, короче, вы поняли меня. Вот. Плюс по поводу крови. То, что у них нет рук, да, это все круто по режиссуре, но на самом деле я как думал, то, что вот они там ударятся, собственно, Чидори и Росенганом, у них там как-то повредятся руки чуть-чуть, и, собственно, все, они там валяются уже, у них повреждены руки, но когда они просыпаются, они уже видят Сакру, которая начинает их лечить. То есть они тоже, естественно, истекают кровью. Вот. А здесь получается, что они истекают кровью, они там сначала поспали, потом проснулись, они все истекают кровью, и начинают болтать. На самом деле, если бы они потеряли руки, они бы скончались просто спустя несколько минут, если бы им никто там не пережал ничего, если бы кровь так просто хлестала оттуда, потому что в реальной жизни люди умирают просто спустя пару минут. Они просто от потери крови отключаются сразу, и все, больше не приходят в себя, если им не оказывают помощь. Вот. Поэтому вот в этом плане, конечно, Кишимото меня, ну, немного вынес мне мозг, потому что такие вещи я просто очень не люблю, когда такие нереалистичные вещи творятся в драках особенно. Вот. Но многие, опять же, наверняка со мной не согласятся, скажут, ну, это же, это же Кишимото, он все-таки пишет, пишет произведения, а не реальную жизнь. Ну, да. В общем, подводя итоги, бой Наруто и Саски мне, ну, вообще не понравился, потому что там был какой-то непонятный эпик, там не было никакой стратегии, то есть, ну, не знаю, мне будет гораздо приятнее пересмотреть бой их из первого сезона, чем смотреть это, на самом деле. Вот. Не знаю, почему Кишимото так быстро все заканчивает, возможно, там у него что-то, не знаю, что-то не так, и у него просто сейчас времени нет на мангу, ну, не хочу угадывать, но, в общем, странно, что он действительно, он все так грамотно делал до этого момента, и вот концовку как-то взял, схлопнул, слил, как-то сжато все сделал, ну, он мог еще там продлить, допустим, буквально на месяц, и сделать уже, ну, совершенно по-другому все преподнести, хоть смысл бы остался тот же. Ну, а теперь пару слов про концовку Наруто, я хочу сказать, то, что вот Наруто выжил, Саски выжил, то, что у них такой хэппи-эндик получился, хоть они и без рук. Многие наверняка напишут, что это банально, да, и многие, в принципе, писали уже, что такая концовка будет банальной, вот, но, на мой взгляд, почему Кишмото не сделал по-другому, потому что слишком много детей читает там, или смотрит его творение, вот, поэтому, я думаю, не хотел просто это сводить все в драму, в какую-то, но хотя, опять же, здесь получается странно, потому что Саски творил такую вакханалью, он там, ну, убивал людей, а, собственно, ну, получается зло безнаказанное, грубо говоря. Нас с вами еще ждут целых две главы, первая, это заключительная глава, она будет в цвете, там, если не ошибаюсь, будет около 40 страниц, полностью в цвете, да, собственно, вот там мы уже увидим, ну, такую завершающую концовку, что станет с миром, что стало с героями, как будут относиться к Саске, возможно, там тоже не все будет так прекрасно, и он тоже будет еще пострадать, понимая, что он там натворил такое, вот, посмотрим, да, и последняя глава, 700-ая, там нас, собственно, ну, в общем, это будет приквел к предыдущему фильму, мне, да, действительно, интересно, что там будет, потому что, в принципе, это можно расценивать, как прямое продолжение от Кишимото, но, с другой стороны, это, скажем так, по режиссуре, это все-таки не концовка Наруто, а это, ну, типа, что-то потом будет, вот, но посмотрим, как Кишимото нам это все сделает, отдельно я хочу сказать по поводу будущего фильма, появляются все новые арты, персонажи и так далее, и вот, то, что Наруто, да, мы видим, что, во-первых, он получит руку, ему ее как-то присобачат, новую отрастит, как ящерица, не знаю, что там, что там они намутят, вот, но, собственно, вот, немного по этому фильму, я уже вижу, как выглядит этот главный злодей, и меня просто уже тошнит реально от этого фильма, сама идея мне понравилась, да, что это будет, там, недалекое будущее, что мы увидим всех героев, там, в новых костюмчиках и так далее, но, вот, как я только увидел злодея, мне сразу стало понятно, что, блин, походу, это будет очередная проходная полнометражка по Наруто, потому что все полнометражки, но они действительно, они просто, не знаю, мне неинтересно их смотреть, я смотрю и думаю, ну, что за детский сад, что за хрень, что за финальный, не знаю, непонятный главный босс, который превращается в какую-то большую непонятную хренотень, и здесь вот я вижу типичного просто злодея, для полнометража какого-то непонятного гея, плюс этот шарф у Наруто красный, блин, шиноби с шарфом, что может быть хуже, да, у нас есть, конечно, еще один шиноби с шарфом, ну ладно, он еще карапуз, но, блин, дать Наруто красный шарф, вот, действительно, у него очень все круто, мне нравится его новый такой стиль, новая одежда, но, блин, этот шарф, я не знаю, его, наверное, как-то, да, его круто, наверное, оправдают по сюжету, что там ему кто-то его дал, там, не знаю, хина-то связал, что-нибудь такое, но, блин, но шиноби с шарфом, я надеюсь, что он драться с ним не будет, потому что это будет полный бред, вот, собственно, вот мое такое пока скептическое отношение к этой полнометражке, я надеюсь, что оно изменится, когда я ее посмотрю, потому что ее я хочу посмотреть, вот, пишите свое мнение, что вы, в принципе, думаете о новом злодеи, который вы уже показали, и о шарфике Наруто. Ну все, наш обзор подошел к концу, спасибо Валику за его хороший перевод, двум замечательным сайтам по Наруто, и одной классной группе. Собственно, не пропустите следующий выпуск, потому что он должен быть классным, крутым, великолепным, ну, я надеюсь, что он круто получится, потому что это все-таки финал, и, да, он должен быть классным, да, определенно. Ну все, давайте пока, увидимся на следующей неделе. Собственно, все, это уже финишная прямая, осталось всего пару глав. В этой главе, если вкратце, у нас был просто мордобой двух ниндзя. Да, по-моему, это идеально отображает всю главу. Мордобой двух ниндзя.